Хочу рассказать вам, как приготовить глазурь из шоколада с желатином, чтобы она получилась удивительно гладкой, блестящей и могла украсить любой ваш десерт, на самом деле все довольно просто. Эта удивительная глазурь из шоколада в домашних условиях прекрасно подойдет как для тортов, так и для мелкой выпечки. Капкиков, пончиков, эклеров, работать с ней сможет даже новичок в кулинарии, так что очень рекомендую запомнить рецепт, при желании можно использовать как черный, так и молочный шоколад, а также регулировать количество сахара. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. В небольшой сотейник отправьте сливки, воду, какао и половину шоколада, я рекомендую использовать черный шоколад с высоким содержанием какао, отправьте на огонь и доведите все до кипения, постоянно помешивая, превратите все в однородную массу, после снимите с огня и введите вторую половину шоколада, тут рекомендую использовать дропсы, все тщательно перемешайте. 2. Отдельно замочите желатин, очень удобно использовать в рецепте приготовления глазури из шоколада листовой. 3. Остудив немного шоколадную массу, введите желатин, тщательно перемешайте все до однородности. 4. Взбейте как следует венчиком. Ставим лайк и подписываемся. 5. Чтобы не попалось никаких комочков и глазурь из шоколада в домашних условиях была идеальной консистенции, процедите ее через тонкое сито. 6. Вот и все, глазурь готова. Если вы не собираетесь ее использовать сразу, то после вам нужно будет ее немного прогреть, примерно до 44 градусов. 6. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 7. Вот из чего готовим блюдо. 7. Желатин, 10 грамм, сахар, 200 грамм, вода, 100 миллилитров, сливки, 65 миллилитров, шоколад, 100 грамм, какао, 3 столовые ложки, количество порций, одна. 7. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Приятного аппетита, приходите еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok